Здравствуйте, с вами Павел Глазков. Началась осенняя миграция лебедей. Вон они, красавцы, сидят, кормятся на поле. Это наши гости. Основная масса, десятки тысяч белоснежных красавцев-лебедей, пересекают северо-западный регион исключительно транзитом по пути из тундры и лесотундры. Хотя несколько сот пернатых пар продолжают свой род в Ленинградской области и даже в черте Петербурга. В основном лебеди-вегетарианцы. Растительную пищу они добывают и на суше, и в воде. Поэтому птицы отдыхают и пополняют свои жировые запасы или на крупных водоемах, или, как здесь, на больших полях, где можно поживиться сочной травкой. Во время стоянки главное наличие корма и, конечно же, безопасность. Кто-то из членов стаи постоянно следит за обстановкой. Бдительность нельзя терять ни на минуту. Лебеди могут задержаться у нас до нескольких недель. Отдохнут, подкрепятся и продолжат свой нелегкий путь к местам зимовки. Скорее всего, в Западную Европу. Там они переживут зиму и весной вновь вернутся на родину, чтобы дать начало новой жизни. А в пригороде Петербурга бобры себе построили вот такую огромную хатку. Это дом семьи бобров. И, судя по размеру, они сооружали его не один год. Вход в это жилище найти непросто. Для безопасности он находится под водой. Такие домики-хатки бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов, как, например, в Петербурге на реке Акервиль, эти грызуны живут в норах. Бобры в зимнюю спячку не впадают и сейчас активно заготавливают еду впрок. Питаются корой деревьев, листьями, травой, а также корневищами водных растений. Чтобы добраться до веток, бобры валят деревья. Затем отгрызают ветки и складируют под водой, чтобы потом питаться зимой. В холодной воде без доступа кислорода. Ветки остаются свежими, как в холодильнике. На краю дороги мне удалось повстречать толкунчиков. Вон они прыгают. Интересно, кто же это? Эти насекомые для любителей леса становятся заметными, когда собираются в большой рой, исполняя стремительные зигзагообразные танцы. В воздухе они словно толкутся на одном месте. За что и получили свое название. Нередко люди с опаской обходят такие скопления насекомых, путая их с голодными комарами. Это заблуждение. Толкунчики – отдельное семейство некрупных хищных мух. Непропорционально маленькая голова с большими глазами, длинный хоботок и лапки. Не волнуйтесь, для нас они совершенно безопасны. Охотятся эти хищные мухи исключительно на насекомых. Любопытно то, что подобные танцы мухи-толкунчики совершают летом для привлечения партнера. Зачем эти мухи выплясывают воздушные пируэты осенью, для ученых остается загадкой. Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Голосков. До новых встреч!